Доброе утро, добрый ранок. Мы уже сидим в Интерсити поезде, который отправляется в 4.04. Вот там вот два вагона, такие вот по две сидушки, наверное, первый класс, а мы во втором. Ну, нормально. Единственное, что мы едем туда, а Лариса, получается, будет сидеть вот сюда. Вот, ну, у нас места вот здесь. Вот это место и вот это. Ну, если пока буду свободной, это же первая станция Хмельницкий. Ну, вообще, довольно-таки удобно. Мы поставили вещи наверху. Здесь расстояние хорошее. Там, видела, чай можно купить, кофе. Ну, понятно, что вдвоем все дети лучше. Один человек чужой, ну, ничего страшного. Там для чемоданов так хорошо сделано все. Приличный. Слава богу, это не двухэтажный. Тут раз я ехала на двухэтажное, мне не очень понравилось. Потому что как-то оно неудобной сидушки. А сейчас так, что мы покидаем славный город Тернополь. Спасибо этому городу за гостеприимство. Поедем в Киев. Это Интерсити, Тернополь, Киев. Прямой. Ну, вот он выезжает в 4.04. 24 градуса в салоне, довольно-таки очень тепло. Ну, выезжает он в 4.04. И будем мы в Киеве в 10, по-моему, 0.7. Сравнительно. Ну, как ни крути, 5 часов. Ну, это не кременчурские вагоны. Сейчас, знаете, на первой платформе проехал поезд, называется Львов-Мариуполь. Ребята, это ужас. Я не знаю, как там пассажиры. Это нужно закрыть эту железную дорогу и просто не пускать. Вот такие вот вагоны. Это, ну, темно. Я не могла вам показать. Так что я сижу возле окна сегодня. Что буду видеть, я буду вам обязательно показывать. Все. До свидания, Тернополь. Так хорошо спится в этом поезде, ребята, вообще. Я вам сейчас покажу уже видница. Народа, конечно, полно. Но вагон очень удобный. Такой классный туалет. Много там места для чемодана. Она вообще просто дырась. Видите, я тут сама Лариса пришла туда. Она не может ехать назад. Может, ну, так поздно, что вроде не дырится. Даже если вот этот поезд может поменяется. Именно там. Вот, мужчина села за ней. Дети. Руда очень младен. Одно плохо, что места это для куртки и для ноутбука. Прут чемоданы. Там нет чемодана. 8 метров мест. Я вам покажу потом. Нет прут наверх чемоданы. Колесики грязные. Потом туда ты ни суммы не положишь, ничего. Нам надо ездить вот таких вот, как вот я вам показывала. В скотовозках. Так, Винница мы уже проехали. Теперь следующая станция у нас будет Киев. Серых, все. Люди на работу идут сейчас без 28. Вообще, очень удобно по времени эта маршрутка. Церковь такая красивенькая. Она закрыла. Одна еще немножко подрямаясь. Казалось, как холодно. Потому что мы сели в 4 часа. Это не за врачи. Показать, это просто какие-то вроде такие вообще. Получилось 4, да, половинку? Да, 4. Печенюшки 2. Яйцо и бутылка занды. Это все нормально. Вот сейчас мы говорим, давай доедем, чтобы ее натаскать в руках. Потом кто ее здесь собак, да? Сейчас вам покажу. Смотрите, какая снега здесь намного больше. Среди бекущих. Я говорю, ну сколько сделали? Посмотрите, вот и цвет этот, и как обличатель, и все. Я думаю, мы уже лет 10, наверное. Вот дизайн. Я говорю, взять бот этих дизайнеров. Каменчевского вагонного завода, которые делают вот вагоны, в которых на Киев ходят. Пусть вы посмотрели. Сидушка раскладывается. Смотрите, сколько места. Здесь много. Вот сидишь, ноги у тебя так столько. Удобно. Очень удобно. Впереди табло. Пишется, где остановка еще будет. Сколько внутри температура. Сколько струже. Когда пробывает. И туалет вот здесь находится. И туалет там сзади. Я вам, конечно, это покажу. Я еще пройдусь в другой вагон. Там чуть-чуть другой кип. Чтобы вы знали. Вот это, по-моему, второй класс, а то первый класс. Чуть выше там была. Вот мой человек. Ну, я вам скажу, что разница где-то в 100 гривен будет тоже очень-очень комфортабельна. Лариса вернулась уже тут, там пришлось все на ее место. Видите, я сейчас сижу и едем не туда. Мне лично все равно. Лариса укачивает с собой. Не, ничего. Да? А уже укачалась? Ты уже укачалась? Нет, еще. Укачалась давно? Еще несколько. Не, ну повезло. Она больше была на пути, ехала. Место было свободное. Сейчас там просто люди сели, поэтому они подходят. Вообще очень хорошо. Вот лежишь. Прям просто лежишь. Супер. О, еще подребать надо чуть-чуть. Просто у нас с краю сидит мужчина. И знаешь, кажется, неудобно его туда. Как он пойдет куда-нибудь там? В туалет. Когда я выйду, покажу. Кстати, я немножко не успела. Такой красивый вокзал был. И с кирпичом, знаете, вот как там конец, вы видите, там кирпичами прямо выложено. Пуфет с мягким знаком. Знаете, как раньше было? Будинок науки и техники. Я первый раз слышу. Ну, козятин я слышала, но я не знала, что здесь они останавливаются. Козятин. Багетин, наверное. Ты видишь, какой парень активный помахал вам на работу, идет и помахал вам. Ну, а перроны даже покрасивее, чем Винница. Вот смотрите, вот стоит здание. Вот и обратите внимание, как вот тут... Ой, тут куртка, мы еще на осень не покажу. Сейчас хочу приблизить. Видите, наверху написано аудитория. Как, каким этим? 1913 год. Нефигачи, 19-й, подожди. 13... 13, тут что-то написано в второй половине. Люди бегут, потому что поезд стоит одну минуту. Смотрите, какой ветер. Вот это ветру, Ван. Какие провожающие за одну минуту. Ужасный ветер. Собака никого не встретила. Стоит. О, так народ опал до зашел. Вроде все места заняты. И этот поезд все время полностью груженный. Ох, в собаке аж ветер, этот хвост развивается. Видите? Ну, вот это ветер, Ван. Все, уезжаем с Козятина. Вон, сейчас собачка стоит, думает, не приехали. Видите клипса в этом ушке? Это стерилизованные собаки. Сейчас видите, собаки, которые ходят по улице просто так ничейно. Их всех стерилизуют. Старое здание. Вон, кирпичи разваливаются. Не знаю, что это. Спортзал какой-то или что. Ну, а, бассейн. Вы посмотрите. Даже бассейн есть в Козятине. Ох, ох, ох. Строительный магазин. Метр. Боже, это все еще смотрю. Моя бабушка в Галещине жила. Недалеко так вокзал был. Все точно так же. Мы в детстве бегали мороженок, кушать, по магазинам этим бегали. Вот наши электровозы какие. Это действующие, действующие. Стоят просто над стоем. Видите, там сидят водители. А вот тут даже дома. О, смотрите, какой вот паровоз. Наш паровоз вперед летит. Кому не остановка. Не долетел. Мост был старый. Вот там дальше сам город. Вот там, видите. Солнечные... Ух ты, солнечные батареи даже стоят на крыше. Наверное, больница как-то так построена. Ох, какие досочки классные. Наверное, повезли. Так, все, поехали дальше. Вы смотрите, какая зима большая площадка. Вот даже ребенок, они просто сняли здесь сидушки. Вот именно чемоданы вставить. Видите, куда вставить, что не поднимать, и очень удобно. Вот для чемоданов. Ну, а те, кто не знает, куда, прут их наверх. Вот видите, какие колютики грязные. Они там были вот здесь. Показания-то я сейчас вам перейду вот в этот другой вагончик. Вот здесь вот мусор ходит, женщина собирает вот такие широкие тамбуры. Ну, это больше такие вот дотовники. О, это же Минск, смотри. Стоит еще 300 микс. Ничего себе, смотрите. Климинск, Минск. УП-1СВ, Киев-Вильнюс и Киев-Рио. А, так вот это, наверное, вот это нужно путешествовать. Так, переход очень легенький. Вот эти вот. Раз. И перешел. И здесь вот совсем по-другому сделано. Видите, вот здесь есть... Смотрю, подойду. Смотрите, здесь по коридору. Ну, здесь тот же самый класс, что и у нас. Два. Ой, ой, ой. Два и три. И вот есть такой вот, как кафе. Видите, вы можете заказывать здесь. Кофе, если проголодались. И вот. Вот такая вот система здесь. Здесь булки, патрулороды. Ну, вот вы видите, что поезд очень, конечно, загруженный. Народа очень много. Очень много людей из Венеции едят в Киев на работу. Поэтому... Поэтому... Сейчас я вам скажу, что у нас получше вагончик. Вот здесь ты открываешь дверку. Вот сейчас девушка стоит, я вам покажу. Видимо, как по кругу вам так сделано здесь. Туалет очень большой, удобный. То есть нужно здесь коляски или так, то тоже. Вот этот вагон удобный. И места для чемоданов много. Всем хватает. Пока доедет, укачает этот чемоданчик. Я жалко не показала вам наших вот этих вагонов. Так, какие там туалеты. Там просто страшно показывать их. Плохой не хочется показывать, а хорошее хочется. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот заходите. Дверь тут вот. Смотрите, какой большой туалет. Видите? Прямо не туалет, а вот здесь вот так закрываете двери. И вот клубочка. Наверное, не придавила я. О, видите? Все, двери закрыты. Какой угол большой для... Здесь вот унитаз, есть поручни. Вот здесь у вас накрывачка эти индивидуальные. И билет 230 гривен стоит. Это не так дорого. Это даже дешевле, чем на Минтерсити. Вот, полотенце, туалетная бумага. Вот, пожалуйста, вам смотрите. Это... Я не знаю, что... А, это питьевая, нельзя пить. Вот кранчик. Нажимаешь, краничка течет. Все здесь, видите? Сама она закончится. Красивая такая ракоминка. Частенько. Вот я вам говорю, что места очень-очень много. Даже если вы... Какие-то у вас проблемы, то... Я имею в виду на коляске, там... То есть где развернуться. И даже побриться можно. Так вот, пойдемте. И вот, вот я нажимаю. Оп! Дверь открыт. Видите? Здесь парни, все. Вот такие вагончики. А я не знаю, по-моему, штук. Мы в третьем, там 2-5 штук. 7 вагонов идет таких. И хорошие переходы. Видите, так переходишь прямо туда. Без проблем. Проводники есть. Я думаю, как они места находят? Мы выезжали из Тернополя, поезд был пустой. А у них такой... Есть такой приборчик щитовый. Он подходит. Покажите билет, пожалуйста. Удобно ехать. И быстро дорога идет. Вот уже, видите, начинается. И вот... Вот это вот, по-моему, окружная. Нет, еще рано окружная. Может, и даже окружная. Да, окружная вон прямо, вон прямо этого Черновецкого церкови. Да, вот это мы сейчас проехали, окружную. Так мы уже скоро, еще 5 минут, и мы уже на Вактале будем. Да-да, вот она пошла туда. Так что мы начинаем собирать вещи свои, одеваться. Ну, так, народа много, пока выйдут, так и мы. Нам, конечно, надо поторапливаться, чтобы не затягивать. Ну, успеем. Это мы немножко с другой стороны подъезжаем. Потому что сильно руку показывать нечего. Вот этот, как называется, Караваевой дачи проезжаем. Ну, это, собственно говоря, уже здесь. Вот, если поверху, видите, это уже вот-вот-вот-вот-вот-вот. Левее. Тут, да, Караваевая дача левее, Просвет Победы. Вот тут красивые, вот такие дома. Все новое. Тут частное, видите, потихонечку новостройки все выдавливает, выдавливает. Ну, Киев очень большой. Столица. Отстой вагонов, вот видите. Одесса, Киев. Вот политех справа мы проезжаем. Вот это там, респект Победы. ЗАГС. И мы на вокзале. Все, мы на вокзале. Поехала Лариса наверх. Потому что мужчина помог чемодан вынести, но на центральный. Вот она поехала наверх. И сейчас по прямой. И сразу выходят две ступеньки с вокзала Южного. И сразу на Борисполь. У нее там автобус. Все. Все, соскочила. Все, шикарно. Пошла. Я ее одела на крест. А я, конечно, сейчас бегу с центрального вокзала. Бегу в свою яму. Потому что у нас тоже время. У меня 20 минут до отправления автобуса тоже. Я забежу. У нас все так прямо. Поезд не опоздал. Все отлично получилось. Просто отлично. Поэтому, ну дай Боже, чтобы нам доехать. Она будет быстрее дома, чем я в Кременчуге. Она будет в Франкфурне, да? Да, на Майне. А я буду в Кременчуге. Ну дай Боже, чтобы все было хорошо в дороге. Так. Честно говоря, такая спешка, что не успели как-то, знаешь, и типа плакать, че огорчиться. Не знаю. Так, все, мои хорошие, я бегу. Так, ну а мы с вами топаем. Тут я вышла, вы поняли, да? Центральный вокзал. И так она, я посмотрю. Она хотела себе сигареты купить. Найдет она здесь. Там стоит. А, есть собрание. Она хотела вот такие вот. Ну так, у нас тоже 75 гривен стоит собрание. Ну 46. А у них стоит 8 евро. Я говорю, купи два блока. Один в этот. Один в чемодан, а второй в сумку. И сделаешь презенты там свои. Так. Люди на работу едут. А я еду домой. Ну и как я люблю этот, вот этот вот процесс, когда ты возвращаешься домой. С гостей, с работы. Какая бы работа, то есть вернее дорога не была. У меня будет тяжелая дорога, потому что маршрутка у нас некомфортабельная. Ноги идут некуда. Но ничего. Это все равно лучше, чем идти пешком. И я обожаю вот этот именно сам процесс возвращения домой. Два дня у тебя дома не было. Три недели, месяц. Все равно. Самый легкий путь это домой. Конечно, то, что немножко по погоде туман, а то, что в Киеве вы видите трубы. Город промышленный очень большой. Даже сейчас, если взять котельник, который токится, то тоже получается уже идет дымок. Все, пойдемте в яму. Потому что мне неудобно. У меня руки заняты. Хочу показать вам еще забор. Посмотрите, какой красивый тут забор. Видите? Какая толщина. Как красиво сделано. Ну, красить надо. Тут написано, вот смотрите, койко-место в хостелах. А вот когда лето, так вот под этим забором все вот эти, ну как бомжи или как, те, кто любит выпить. У них это ихний хостел под этим забором. Уже видно, видно, жиночка. Посмотрите, а у меня это зайка. И видно, что она пьющая. Сейчас надо что-то, какую-то копилочку. Моя зайка, ты на капольна. И сама на кулинах стоит. Боже, все, я зашла в яму. Вот где зелененькая моя, синенькая маршрутка, вот она стоит. И еще рано, без пяти, надо быть там. Удышать тут, конечно, нечем, все машины, как называется, газуют. Настроилась. Сколько я тут не была, я даже уже не помню, но настроилась всего много. Сейчас зайду, может, куплю себе водички. И все. Тут самое главное выдержать это испытание. Видите, ноги, руки. Для маршрутки, которая в городе ездит, это хорошо. Но все остальное, это печально. Ну, можно ждать поезда до 17.47, по-моему. Ну, там один купейный, вы знаете, и сидячие. Но я ждать не буду. 17.45 даст Бог, я уже буду дома. Так что будем ехать. Единственное утешение, что будешь ехать и смотреть телевизор, как-то отвлекаться от этого всего. Полочка непухая, сюда все вещи вошли. Еще и накладка получилась. Я же пришла. Он мне сказал, деньги отдал, а карточку не положил. И женщина пришла тоже на второй, бедная тоже. Ну, короче, все как всегда. Я думаю, что доедем. Осталось мало, пять часов. Ну, ситуация получилась. Я если бы знала, было бы в диспетчера спросить. Мы заезжаем в Борисполь. Вот эти уже, удивите, свободные места. Это люди заказали, забронировали из Борисполя. Лариса, мол, легко, легко доехать до Борисполя моей маршруткой. Вот сейчас мы заезжаем в Борисполь. Я думаю, она уже добралась автобусом тем рейсовым. Ну, не знала, потому что ситуации тоже нужно такую учесть. Если ваша маршрутка проезжает мимо Борисполя, а вы и с попутчицей познакомились, можете узнать, чтобы не было так, как у меня. Вот это, видите, ну, ничего страшного. Все нормально. Вот он, Борисполь. Кто-то звонит, прямо умирая сейчас, подождите. Вот видите, так вот и автобус этот маршрутный, который вот подбер... ну, возит на Борисполь. Вот он останавливается здесь, на этой остановке вот здесь, и высаживает пассажиров. И прямо вы заходите вот сюда, вот в этот терминальчик, вот, и вы уже в аэропорту. Так что Лара элементарно сюда добирается. А ну, смотри, чему же деда увидите левушку путешественницы. Нет, очень плохо видно стекла. Она в красной куртке, но не видно. О, по-моему, она ее видела. Точно она стояла вот здесь, возле стекла. Я ее видела, я ее видела. Красная куртка, белый капшон. Все, знаешь, на аэропорту уже переживать нечего. Теперь она дальше пойдет на регистрацию. И 13.50 у нее самолет на Франкфурт. Ну, а мы маршруткой едем домой. Очень тяжелая дорога, ужасно тяжелая дорога. Это маршрутка, это просто караул. Но я дома. Все, отдыхаем, завтра встречаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...